Вот бывает такое, заходишь в контакт, заходишь в паблик своей группы, замечаешь то, что у тебя уже 400 подписчиков, и что же пора делать? А пора становиться всемирно известной звездой. Ну, или покушать. Доброго времени суток, мои маленькие любители, вокала потяжелее. С вами я, Фауст, вы на канале Friday School, и сегодня мы проведем исследование, а именно, как простым и бюджетным способом можно прославиться на весь мир, чтобы нас знали не только в России, не только в нашем ДК, но также и за границей. Но прежде чем мы начнем наше видео, пройдите по всем ссылочкам в описании, поставьте колокольчик, поставьте лайк, расскажите об этом видео друзьям, коллегам, кошкам, собакам всей семье. И не забываем задонатить на Rollton. Итак, к теме. Ввиду того, что нам с вами очень невозможно, как хочется, прославиться за границей, и нам при этом никто не подскажет четкий способ, который работает для всех, мы будем смотреть на тех, у кого уже получилось. Я подобрал несколько таких примеров, изучил Reddit, изучил разные ресурсы, и, собственно говоря, готов предоставить свой отчет с выводами и лайфхаками, и лайфхуками. И начнем мы с вами со всемирных топов русских исполнителей на разных сайтах и платформах. По версии таких ресурсов, как Reddit, Last.fm, Ranker и многих других, мы можем отследить несколько общих моментов. В топы русских металл и рок-групп, в первую очередь, попадают Кино, Ария, Короли Шут, Мастер, Алисы и даже Пурген. В общем, я бы сказал, весь наш лёк ласик. Связано ли это с выступлением в США и Европе? Ну, не везде, да и не во всём. Не, некоторые выступали, конечно же, за границей. Просто, в первую очередь, эти группы добились статуса культовых в своё время за свою самобытность внутри Родины настолько, что их известность спустя годы дошла и до западного слушателя. Лично я знаю пару человек из Британии, которые любят группу Кино и даже сравнивают с The Cure. Так что вот. Но в целом данного рода известность добыта в большинстве своём формате. Слышал эти русские котиры... Итак, вывод. На самом деле способ довольно-таки простой. Надо всего лишь родиться в 80-е и 90-е годы, прославиться со своей группой, стать легендами русского рока и русского металла, и всё у нас будет пучком, а нас будет знать целый, мать его, мир. Но этот способ не подходит вам, если у вас нет машины времени. Или вы не можете родить себя обратно. А что ж тогда делать? Да кто ж нам тогда поможет? А помочь нам может австрийский лейбл Напалм Рекордс. Напалм Рекордс. Успешный лейбл из Австрии, имеющий международный масштаб работ. А ещё вот этот логотип перед клипом твоей любимой группы. Собственно, отчасти является Нетфликсом лучшие годы в плане музыки, давая возможность себя показать всему миру многим реальным талантам. На нём уже засветились такие монстры, как Devil Driver, Wasp, Otep и многие другие. И одними из их резидентов являются фолк-металл группа Аркона. Чтобы попасть на данный лейбл, нужно не ждать, когда кто-то из них когда-нибудь придёт в твой ДК на концерт попить чай из буфета и съесть сосиску в тесте. Нет, всё намного проще. Во-первых, сделай запись своего ультра-мега-гига-нига-хита. Во-вторых, отправь его на Союз Мьюзик. Это официальный представитель Напалма у нас. Но учти, таких как ты много, и придётся либо активно спамить, либо ждать, когда разгребутся тысячи присланных работ от других уникальных энтузиастов. Но пока не попробуешь, не узнаешь. Подводя итоги, что такое Напалм Рекордс и вся работа этого лейбла, мы приходим к такому выводу, что это добрейшие самаритяне, которые стремятся на помощь в любой уголок вселенной, помочь молодой группе прославиться. Ну или хотя бы дать денег. Этот лейбл возобновляет наши старые потные влажные мечты о том, что однажды наш сельский клуб на наше выступление придёт тот самый менеджер и даст нам много-много денег и много-много славы и поможет записать крутой-крутой альбом. Ну и в принципе, кстати, способ кажется довольно-таки реалистичным. Угу. Есть только одна маленькая проблема. Ввиду последних событий остаётся неизвестным, как Союз Мьюзик нынче работает с Напалм Рекордс и работает ли вообще. Если вы знаете ответ, то пожалуйста, отпишитесь. Единственное, что про Союз Мьюзик сейчас известно, это их паблик ВКонтакте, где они на стену стабильно постят такое мейнстримовое музло, от которого даже металлом не пахнет на самом деле. Ещё есть один способ. Это засветиться в сериальчике, как наши следующие герои. Пацаны, бесшабашный чернушный сериал от Амазон, визуализирующий одноимённый комикс. Сюжет повествует о мире, где супергерои не спасают людей, а являются просто брендом. Ну и в целом, супергерои здесь это не ваши Марвелы и не наши защитники с херовой моделькой Медведя. Они здесь больше создают проблем миру, а противостоят им отряд таких вот брутальных обсосов, не имеющих суперсил, зато имеющих смекалку и желание подгадить супервыродкам, творящим беспредел в мире под видом блага. Так вот, в одной из серий звучит... Хэш, хэш, они курят хэш, я бы тоже покурил, но у меня нету кэш. Да, это Джейн Эйр. Если вы не знаете, что такое Джейн Эйр, то объясняю, Джейн это имя, эрит воздух, не за что. Но говоря серьезно, Песня Джанк благодаря сериалу получила абсолютно новую жизнь не только внутри России, а также там, вон за бугром где-то. Секрет успеха был в том, что трек сыграл в тему. Это как вот выход Тони Старка породил новых фанатов ACDC. Но что после Тони Старка большая часть новых фанатов знали не более тех песен, что звучали в фильме, так и заинтересованных Джейн Эйр больше привлекала песня Джанк. Жаль, конечно, а ведь группа эта является одним из символов 2007-го. Вывод. Довольно-таки хороший, интересный способ, однако действенный сейчас, особенно в нашу эру, когда сериалы смотрят абсолютно все. Но есть пара нюансов. Во-первых, как было сказано, вы можете прославиться группой одной песни, а во-вторых, вы можете долго ждать, надеяться и верить, что ваш трек попадет в какой-то сериал и в итоге попасть в какой-нибудь сериал для НТВ. Или того хуже, в какие-нибудь Кольца Всевластия или Ведьмака от Нетфликса. Ну и в целом, ваша музыка будет больше ассоциирована с сериалом, нежели с вашим творчеством. Так что делайте выводы. Давайте подведем итог, какой вывод можно сделать в целом. Можно бесконечно изучать примеры людей, которые прославились, но путь каждого артиста, он поистине уникален. И более того, эти способы могут быть на сегодняшний день даже не актуальны. Также проблемой является то, что дельного совета общего для всех артистов, музыкантов современных, никто дать так и не может. Но есть один способ, а это именно расширять свою аудиторию, общаться с ней на одном языке, работать над своим контентом, работать над собой, потому что терпение и труд это два слова, которые начинаются на букву Т. Ну просто поймите, нет такого простого и бюджетного способа заявить о себе на весь мир. Это действительно работа. И если вы готовы встать на этот путь, если вы готовы терять что-то, что-то находить, постоянно быть в движении, постоянно быть в производстве, то сам Ильич из Little Big вас шлепнет по попе и скажет Welcome to the club, buddy. А на этом у нас все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, рассказывайте о нас друзьям, соседям, собакам и прочим. И всего вам доброго.